Роберт Шекли. Раса воинов. Кто виноват, они так и не выяснили. Фаня съязвил, что если бы Донни имел не только комплекцию, но и хотя бы интеллект быка, то не забыл бы проверить топливные баки. Донни был в два раза крупнее Фанни, но думал в сто раз медленнее. На быстрый обмен колкостями у него не хватало смекалки. Поразмыслив, он заявил, что, скорее всего, это огромный нос Фанни, загородил датчик топлива и помешал ему правильно считать показания. До Тетиса оставалось 20 световых лет, а трансформаторного топлива в аварийном баке кот наплакал. «Ладно», — сказал Фаня чуть погодя, — «что сделано, то сделано. Выжмем еще три световых года из остатков топлива, а потом переключимся на атомные двигатели. Дай-ка путеводитель по галактике, если не забыл его тоже». Донни вытащил из шкафа объемистую книгу, и они приступили к ее изучению. Путеводитель сообщил, что они находятся в удаленной, редко посещаемой части космоса, о чем они знали и так. Неподалеку планетарная система Хеттерфилд, но там отсутствует разумная жизнь. Рядом Серсус, он населен, но на нем нет топливных заправок. Та же история с Иллет, Ханг и Порде-Рай. «Вот», — воскликнул наконец Фаня, — «прочти это, Донни, если умеешь читать, конечно». «Касцелла», — медленно прочитал Донни, вводя по строчкам толстым указательным пальцем. «Звезда М-типа. Система включает три планеты. На второй разумная жизнь гуманоидного типа. Атмосфера содержит кислород. Культура немеханическая, религиозная. Население дружественное. Уникальное общественное устройство. Подробное описание в бюллетене «Галактический обзор» номер 33877242. Оценочная численность населения — 3 миллиарда. Базовый словарь «Касцелианских слов» заархивирован на ленте КС-33Б2. «Дата повторного обследования — 2375 год. Присутствует аварийный запас трансформаторного топлива. Радиосигнал в системе координат 8741КГЛ. Описание, прилегающее к хранилищу местности. Необитаемая равнина». «Трансформаторное топливо, чувак!» — возликовал Фаня. «Судя по всему, мы доберемся-таки до Тетиса». Он задал новый курс на пульте управления. «Если топливо на Касцели все еще целое. А нужно читать про уникальное общественное устройство?» — спросил Донни, не отрываясь от путеводителя. «Все непременно», — сказал Фаня. «Прямо сейчас сгоняй на Землю, на главную галактическую базу. Купи два экземпляра бюллетеня себе и мне». «Ох, я и забыл», — помедлив признался Донни. «Посмотрим, что у нас есть», — забормотал Фаня, вытягивая из ячейки корабельную библиотеку языков. «Касцелианский... Касцелианский... Вот!» «Донни, веди себя хорошо, пока я буду изучать язык». Он вставил кассету в гипнофон и щелкнул переключателем. «Еще один никчемный язык в мою перегруженную голову», — посетовал он, отдаваясь во власть гипнофона. Отключив трансформаторный привод, в котором осталась последняя капля топлива, они перешли на атомные двигатели. Фаня елозил радиосканером по поверхности планеты, уточняя местоположение тонкого металлического шпиля аварийного склада. Равнина больше не была необитаемой. Касцелианцы построили вокруг склада большой город, и шпиль господствовал над примитивными деревянно-глинобитными постройками. «Держись!» — сказал Фаня и бросил корабль вниз, на свежеубранное поле на окраине города. «А теперь слушай меня!» — сказал он, отстегивая ремень безопасности. «Мы здесь исключительно ради топлива. Никаких сувениров, никаких экскурсий и никакого братания!» В бортовой иллюминатор они увидели облако пыли, движущееся со стороны города. Приблизившись, облако рассыпалось на отдельные фигуры бегущих людей. «Что, интересно, представляет собой их уникальное общественное устройство?» — спросил Донни в задумчивости, проверяя заряд бластера. «Не знаю и знать не хочу!» — ответил Фаня, втискиваясь в тяжелый космический скафандр. «Ты одевайся тоже!» «Зачем? Ведь воздух за бортом пригоден для дыхания!» «Послушай, толстокожий, о местных мы не знаем почти ничего. Возможно, их излюбленный способ приветствовать гостей, отрубать им головы и фаршировать зелеными яблоками. Раз путеводитель говорит «уникальное общественное устройство», то, надо полагать, он подразумевает наличие чего-то из ряда вон выходящего. «В путеводителе сказано, они дружелюбные!» «Это значит, что у них нет атомных бомб! Давай, надевай скафандр!» Донни отложил оружие и надел космический костюм. Оба космонавта прицепили к скафандрам бластеры, парализаторы и по паре гранат. «Думаю, беспокоиться не о чем!» — сказал Фаня, затягивая последний винт на шлеме. «Даже если они проявят агрессию, космический скафандр им не по зубам, а не проявят, тогда вообще никаких хлопот. Надеюсь, эти безделушки придутся кстати!» Он подхватил контейнер с товарами для обмена. Зеркальца, игрушки и тому подобное. В полном защитном комплекте Фаня выскользнул из люка и поднял руку, приветствуя касцелианцев. Слова чужого языка, гипнотически внедренного в память, сами сложились в нужную фразу. «Мы пришли, как друзья и братья! Отведите нас к вождю!» Туземцы столпились вокруг космонавтов, с любопытством рассматривая корабль и скафандры. Несмотря на то, что у них было такое же, как и у людей, количество глаз, ушей и конечностей, выглядели они совсем не как люди. «Если они дружелюбны, зачем им столько оружия?» Удивился Донни, выбравшись из люка. Одежда касцелианцев состояла в основном из ножей, мечей и кинжалов. На каждом висело не менее пяти экземпляров холодного оружия, а на иных восемь или девять. «Возможно, в пути водители напутали», – предположил Фаня, когда туземцы рассредоточились вокруг них, образовав что-то вроде конвоя. «А может, они используют ножи только для игр?» Город оказался типичным для немеханической культуры, скоплением ветхих построек с петляющими между ними грязными улочками. Всего несколько двухэтажных домов, и те готовы обвалиться в любую секунду. Воздух настолько пропитан смрадом, что даже фильтры скафандра не могут с ним справиться. Касцелианцы скакали вокруг облаченных в тяжелые скафандры землян, словно ораво игривых щенят. Ножи извякали и сверкали на солнце. Дом вождя был единственным трехэтажным строением в городе. Высокий шпиль аварийного хранилища возносился в небо прямо за ним. «Если вы пришли с миром, то добро пожаловать!» Обратился к вошедшим землянам вождь, средних лет касцелианин. На разных частях его тела висели по меньшей мере пятнадцать ножей. Вождь сидел, скрестив ноги на возвышении. «У нас дипломатическая неприкосновенность», – сообщил Фаня на всякий случай. Он помнил из гипнотической лекции, что вождь на Касцелле значит гораздо больше, чем когда-то вождь значил на земле. Местный вождь совмещал функции короля, первосвященника, бога и самого храброго воина. «Мы принесли вам подарки», – добавил Фаня, возлагая безделушки к ногам короля. «Примет ли их, ваше величество?» «Нет», – сказал король, – «мы не принимаем подарков». Может, как раз это и было проявлением уникального общественного устройства. «Мы – раса воинов. Если мы чего-то хотим, то берем сами». Фаня уселся, скрестив ноги напротив возвышения, и продолжил беседу с королем. Донни заинтересовался отвергнутыми игрушками. Стараясь исправить плохое впечатление, Фаня рассказал вождю о звездах и других мирах. Примитивные создания, как правило, любят сказки. Он рассказал о корабле, не упомянув, правда, о дефиците топлива. Рассказал о том, что слава Касцеллы гремит на всю галактику. «Так и должно быть», – гордо заявил вождь. «Мы – раса воинов, равной которой нет на свете. Каждый из нас умирает, сражаясь». «Вы, должно быть, участвовали во многих великих войнах», – вежливо поинтересовался Фаня. «Что за идиот готовил сводку в путеводитель по галактике?» «Я не сражался уже много лет», – ответил вождь. «Сейчас у нас мир. Все наши враги к нам присоединились». Слово за слово Фаня подвел разговор к вопросу о топливе. «Что такое это ваше топливо?» – спросил вождь, споткнувшись на последнем слове. В касцеллянском языке у этого слова не было эквивалента. Ну, оно заставляет корабль двигаться. «И где оно?» «В металлическом шпиле», – сказал Фаня. «И если вы позволите?» «В святыне?» – ахнул потрясенный вождь. «В высоком металлическом храме, который боги оставили здесь в стародавние времена?» «Ну да», – выдавил Фаня, уже предчувствуя, что за этим последуют. «Думаю, именно там чужеземцы не могут приближаться к храму. Это кощунство», – сказал вождь. «Я запрещаю вам это делать». «Но нам нужно топливо». Фаня устал сидеть, скрестив ноги. Космический скафандр не был рассчитан на сложные позы. «Шпиле поставлен здесь именно для таких случаев». «Чужеземцы, имейте в виду, я бог и полководец своего народа. Посмеете приблизиться к священному храму, быть в войне?» «Этого я и боялся», – вздохнул Фаня, поднимаясь на ноги. «Мы – раса воинов. Стоит мне приказать, и против вас выступят все бойцы планеты. Подкрепление придет из-за рек и с гор». «Внезапно вождь выхватил нож. Видимо, это был какой-то сигнал, потому что все туземцы в комнате сделали то же самое». Фаня оттащил Донни от игрушек. «Послушай, балда, эти дружелюбные воины не смогут нам ничего сделать. Их ножи не разрежут материал скафандра. Я сомневаюсь, что у них есть что-то более эффективное. Но все же, не позволяем наваливаться на тебя. Используй парализатор, бластер. Нет, бластер только если их станет слишком много». «Ясно», – Донни одним ловким движением выхватил парализатор и снял его с предохранителя. С оружием Донни управлялся проворно и со знанием дела, из-за чего, собственно, Фаня и взял его в команду. «Обойдем здание и возьмем топливо. Двух канистр должно хватить, а потом быстренько побьем их». Они вышли на улицу. Косцелианцы следовали за ними по пятам. Четыре носильчика вынесли вождя, выкрикивающего приказы. Узкая улочка вмиг заполнилась вооруженными туземцами. И хотя никто из них даже и не думал трогать землян, по меньшей мере тысяча ножей поблескивали на солнце. Перед хранилищем стояли плотные ряды косцелианцев. На земле между землянами и косцелианцами лежали сплетенные в жгут канаты, которые, по-видимому, отделяли священную землю от земли мирской. «Пойдем», — сказал Фаня и переступил через канаты. Защитники храма, стоящие в первом ряду, немедленно подняли ножи. Фаня вскинул парализатор и шагнул вперед. Стоящий перед ним туземец что-то выкрикнул, его нож описал сверкающую дугу, и косцелианец булькнул что-то еще, пошатнулся и упал. Из его горла хлынула яркая кровь. «Я же просил тебя не трогать бластер!» — рыкнул Фаня. «Я и не трогал!» — отозвался Донни. Фаня оглянулся. Бластер Донни действительно лежал в кобуре. «Тогда я не понимаю!» — растерянно произнес Фаня. Еще три туземца шагнули вперед. Их ножи взметнулись, и все трое рухнули на землю. Фаня остановился. Теперь на него надвигался целый взвод. Как только туземцы приближались к землянам на расстояние удара ножом, они тут же вскрывали себе горло. Фаня замер на месте, не веря своим глазам. Донни остановился у него за спиной. Теперь сотни туземцев мчались на землян со всех сторон с криками и выставленными ножами. Приблизившись, они наносили себе удар и падали на быстро растущую груду тел. В считанные минуты вокруг землян выросла баррикада из истекающих кровью костеллианцев, и она продолжала расти. «Хватит! Прекратите побоище!» — крикнул Фаня, отступая назад и утягивая за собой Донни. «Прошу о перемирии!» Толпа расступилась, образуя проход, по которому принесли вождя. Сжимая в каждой руке по ножу, он тяжело дышал от возбуждения. «Мы выиграли первый бой!» — воскликнул вождь. «Наша сила испугала даже таких чужаков, как вы! Вам не удастся оскорбить наш храм, покажив хоть один мужчина!» Его поддержал одобрительный рев туземцев. Потрясенные до глубины души, земляне ретировались на корабль. «Так вот, что подразумевал путеводитель под уникальным общественным устройством!» — проворчал Фаня. Он стянул в себя скафандр и развалился на койке. «Их способ ведения войны — это самоубийствами вынуждать противника капитулировать!» «Видать, они здесь все чокнутые!» — прогудел Донни. «Разве так выиграешь войну?» «И все же это работает!» — Фаня поднялся с кровати и глянул в иллюминатор. Солнце клонилось к закату, окрашивая город в очаровательные алые тона. Лучи света играли на шпиле галактического склада. В открытый люк влетали рокот и бой барабанов. «Местное племя созывает армии!» — сказал Фаня. «Говорю же, это безумие!» Донни имел четкие представления о том, как надо сражаться. «Не по-людски это!» «Согласен, но их расчет таков. Если много людей покончит с собой, противник капитулирует из чувства вины!» «А если не капитулируют?» До того, как туземцы объединились, они, должно быть, шли войной от племени к племени и совершали самоубийство, пока противник не сдавался. Проигравшие присоединялись к победителям. Племя победителей росло и в итоге взяло под контроль всю планету. Фаня пристально посмотрел на Донни, чтобы убедиться, что тот улавливает суть. «Разумеется, это антивыживание!» «Если бы одно из племен не захотело сдаться, раса, по всей видимости, уничтожила бы себя!» Он покачал головой. «Впрочем, любая война – антивыживание!» «А если все сделать быстро?» – предложил Донни. «Ворваться в хранилище, отлить немного топлива и смотаться, пока они не поубивали себя все!» «Ну, не знаю!» «Сказал Фаня. Они могут продолжать самоубийство еще десять лет, считая, что сражаются с нами!» Он задумчиво посмотрел на город. Корень зла – их вождь. Он их бог. И, надо полагать, будет подстрекать людей на самоубийство до тех пор, пока не останется единственным мужчиной на планете. Потом он усмехнется и скажет. «Мы – великие воины!» И покончит с собой!» Донни с отвращением передернул массивными плечами. «Почему бы нам не прихлопнуть его?» «Тогда они выберут другого бога!» Солнце почти скрылось за горизонтом. «Хотя есть у меня один план!» Сказал Фаня и почесал затылок. «Может, и сработает?» «Все равно делать нечего. Чего бы не попробовать!» В полночь две безмолвные фигуры отделились от корабля и двинулись в направлении города. Они снова были в космических скафандрах. Донни нес две пустые канистры. Фаня держал на готове парализатор. На улицах было темно и тихо. Земляне крались вдоль стен и обходили посты, стараясь держаться в стороне от посторонних глаз. Внезапно из-за угла вынырнул туземец. Но Фаня тут же парализовал его, тот не успел даже пикнуть. Дойдя до аллеи, ведущие к складу, они замерли в темноте. «Все запомнил?» Спросил Фаня. «Я парализую охранников. Ты бежишь в хранилище и наполняешь канистры, которые сейчас у тебя в руках. После этого мы линяем отсюда ко всем чертям. Проверив храм, они убедятся, что главные канистры все еще там. Может, тогда они не станут себя убивать». Земляне прокрались по темной аллее. Вход в хранилище охраняли три касцеллянца с ножами, подвешенными к набедренным повязкам. Фаня оглушил их зарядами средней мощности, и Донни сорвался с места. В тот же миг вспыхнули факелы. Из переулков, размахивая ножами, хлынули туземцы. «Засада!» – крикнул Фаня. «Донни! Назад!» Донни немедленно развернулся. Выходит, туземцы их поджидали. С криками и воем они бросились на землян, и каждый перерезал себе горло. Тела упали на землю перед Фаней, едва не сбив его с ног. Он попятился. Донни схватил его за руку и потянул за собой. Они выбежали из священной зоны. «Перемирие, вашу мать!» – выкрикнул Фаня. «Я хочу говорить с вождем! Прекратите! Я требую перемирия!» С явной неохотой касцелянцы остановили резню. «Это война!» – сказал вождь, выступая вперед. Его почти человеческое лицо, освещенное огнем факела, выражало непреклонность. «Вы видели наших воинов. Теперь вы знаете, что не сможете нам противостоять. Весть разлетелась по всем землям. Весь мой народ готов сражаться!» Он с гордостью оглядел соплеменников, потом снова повернулся к землянам. «Я сам поведу свой народ, и ничто нас не остановит. Мы будем сражаться, пока вы не капитулируете и не снимете ваши доспехи!» «Подожди, вождь!» У Фанни перехватило дыхание. «Сколько же крови кругом!» Окружающее напомнило сцену из ада. Сотни тел, разбросанных по земле, улицы, залитые кровью. «Дай мне время до конца ночи!» «Я посовещаюсь с партнером и приду к тебе утром!» «Нет!» – сказал вождь. «Вы сами начали сражение. Оно должно завершиться. Храбрые мужчины мечтают умереть в бою. Это наше заветное желание. Вы наш первый враг с тех пор, как мы покорили племена горцев!» «Кто же спорит?» – сказал Фаня. «Но давайте поговорим!» «С тобой я буду сражаться лично!» – объявил вождь и поднял кинжал. «Я умру за свой народ!» «Как и подобает воину!» «Стойте!» – крикнул Фаня. «Даруйте нам перемирие!» «По правилам моего племени мы можем сражаться только при свете солнца!» «Сражаться ночью – табу!» Вождь подумал секунду и сказал. «Отлично!» «Тогда встретимся завтра!» И побежденные земляне отправились во Свояси, сопровождаемые улюлюканьем туземцев-победителей. К утру у Фанни по-прежнему не было плана. Топливо надо заполучить в любом случае. Он не собирался провести остаток жизни на Касцельне, ожидая, пока служба изучения галактики пришлет следующий корабль лет этак через пятьдесят. Но и перспектива нести ответственность за гибель трех миллиардов туземцев его тоже не радовала. Ни к чему тащить подобного рода информацию за собой на Тетис, да и служба изучения галактики все равно докопается до истинной причины массовой гибели туземцев. Хотя дело даже не в этом. Он просто не может так поступить. Оба пути вели в тупик. Так, земляне отправились в город. Медленно шагая навстречу барабанному бою, Фаня продолжал лихорадочно искать выход. «Если бы только было с кем сражаться», посетовал Донни, глядя на бесполезные бластеры. «В том-то и дело», — сказал Фаня. «Мы заложники совести. Они рассчитывают, что мы уступим прежде, чем резня примет неконтролируемый характер». Он задумался. «И это вовсе не безумие. Армии на земле не сражаются до последнего человека. Одна из сторон сдается, когда начинает нести значительные потери». «Если бы только они сражались». «Да, если бы только», — он смолк, потом сказал. «Мы будем сражаться друг с другом. Туземцы считают самоубийство войной. А что, если на войну, то есть на настоящий бой, они будут смотреть как на самоубийство?» «И что это нам даст?» — спросил Донни. «Они вошли в город. Улицы были забиты вооруженными туземцами. Еще больше их было вокруг города. Туземцы запрудили равнину, насколько хватало глаз. По всей видимости, они откликнулись на призыв барабанов и явились сражаться с чужаками. Что означало, конечно, массовое самоубийство. «Подумай сам», — сказал Фаня. «Если кто-то на земле собирается покончить жизнь самоубийством, что мы делаем?» «Берем его под арест», — предположил Донни. «Не сразу. Сначала мы предлагаем ему все, чего бы он не пожелал, только бы он не исполнил задуманное. Предлагаем деньги, работу, своих дочерей, все что угодно, лишь бы только он отказался от своей затеи. Самоубийство — табу на земле». «И что?» «А то, что сражение может являться табу здесь. А вдруг они предложат нам топливо в обмен на то, чтобы мы прекратили драться?» Лицо Донни выразило сомнение, но Фаня считал, что попробовать стоит. Они протолкались к хранилищу через запруженный город. Вождь поджидал их, лучезарно улыбаясь своему народу, словно жизнерадостный бог войны. «Вы готовы сражаться?» Спросил он. «Или сдаетесь?» «Конечно готовы», — сказал Фаня. «Давай, Донни!» Он размахнулся, и его бронированный кулак врезался напарнику в грудь. Донни удивленно наморщил лоб. «Давай, идиот, ударь меня тоже!» Донни ударил, и Фаня пошатнулся. Через секунду они уже молотили друг друга, как пара кузнецов. Бронированные кулаки со звоном отскакивали от бронированных доспехов. «Эй, полегче!» Выдохнул Фаня, поднимаясь с земли. «Ты помял мне ребра!» Он ожесточенно хлестнул Донни по шлему. «Прекратите!» — крикнул вождь. «Это отвратительно!» «Сработало!» — проговорил Фаня. «А теперь давай я тебя задушу. Думаю, это поможет!» Донни послушно грохнулся на землю. Фаня сомкнул руки вокруг его бронированной шеи. «Притворись, что у тебя агония! Дубина!» Донни стонал и кряхтел, насколько мог, убедительно. «Сейчас же остановитесь!» — ревел вождь. «Это ужасно! Убивать друг друга!» «Тогда позволь мне взять немного топлива!» — сказал Фаня и сильнее сжал руки на горле Донни. Некоторое время вождь обдумывал предложение. Потом покачал головой. «Нет!» «Что?» «Вы чужаки!» «Можете продолжать свое постыдное занятие!» «Но наши святыни вам не осквернить!» Донни и Фаня с трудом поднялись на ноги. Фаня едва двигался. Борьба в тяжелом космическом скафандре лишила его сил. «А теперь сдавайтесь и снимайте доспехи!» — приказал вождь. «Или сражайтесь!» Тысячи воинов, а может и миллионы, потому что каждую секунду прибывали все новые группы, начали скандировать боевой клич. Набирая силу, крик разлетелся по окрестностям и отразился от холмов, откуда на равнину стекались новые потоки туземцев. Фаня нахмурился. Он не может отдать себя и Донни на милость касцелианцев. А вдруг они зажарят землян на ближайший священный ужин? Через секунду он принял решение идти за топливом на пролом. И пусть чертовы болваны кончают с собой, сколько им вздумается. Не чувствуя ничего, кроме злости, Фаня шагнул вперед и нанес удар бронированной перчаткой вождю в лицо. Вождь упал, как подкошенный. Туземцы в ужасе попятились. Вождь проворно выхватил нож и поднес к горлу. И тогда рука Фанни сомкнулась на его запястье. «Слушайте меня!» хрипло выкрикнул Фаня. «Сейчас мы заберем топливо. Если хоть кто-то покончит с собой или даже просто пошевелится, я убью вашего вождя!» Туземцы неуверенно переминались с ноги на ногу. Вождь яростно извивался в руках Фанни, пытаясь достать ножом до своего горла и умереть благородно. «Донни, забирай топливо!» велел Фаня. «Да поторапливайся!» Туземцы не знали, что делать. Они держали ножи поднятыми к шее, готовые в любую секунду пустить их в ход. «Даже и не думайте!» предупредил Фаня. «Я убью вождя!» «И он умрет не так, как подобает воину!» Вождь по-прежнему пытался перерезать себе горло. Фаня отчаянно старался его удержать. Он понимал, покончит с собой вождь и угроза смерти нависнет над остальными. «Послушай, вождь!» сказал Фаня, озираясь на растерянную толпу. «Пообещай, что война между нами закончена! Или я получаю обещание, или убиваю тебя!» «Войны!» проревел вождь. «Выбирайте нового правителя! Забудьте обо мне и сражайтесь!» Костылянцы все еще мучились сомнениями, но руки с ножами поднялись чуть выше. «Если вы сделаете это!» крикнул Фаня. «Я убью вашего вождя! И убью вас всех!» Это остановило туземцев. «На моем корабле есть мощная магия! Я могу убить вас всех до последнего война! И тогда вы лишитесь шанса умереть достойно! Или попасть на небеса!» Вождь предпринял отчаянную попытку вырваться и почти высвободил одну руку. Фаня удалось удержать его, заломив руки за спину. «Ладно!» сказал вождь, и слезы навернулись ему на глаза. «Воин должен погибать от своей руки! Ты победил, чужеземец!» Толпа сыпала проклятиями, когда земляне тащили вождя и канистры с топливом на корабль. Обезумев от ненависти, туземцы размахивали ножами и подпрыгивали на месте. «А теперь быстро!» сказал Фаня, когда Донни заправил корабль. Оттолкнув вождя, он запрыгнул в люк, и уже через секунду они были в воздухе, взяв курс на Тетис и ближайший от космопорта бар. Туземцы жаждали крови, собственной крови. Каждый готов был отдать жизнь, чтобы смыть оскорбления, нанесенные их вождю, Богу и святыне. Но чужеземцы ушли, и сражаться было не с кем.